Расскажите, пожалуйста, обстановку по обстрелам в поселке за последнюю неделю. Ну, последние 4 дня в поселке более спокойно. То есть обстрелы уменьшились, но хотя периодически продолжаются. То есть в каком-то стрелковое оружие работает. И вот вчера до 11 часов ночи был небольшой обстрел по школе и по блокпостам, которые находятся в журнале. Были минометы, то есть 80-ка летела, не большего калибра. А какие разрушения вследствие этих обстрелов? Разрушения, слава Богу, у нас минимальные, в основном остекленения. И то это из-за того, что дома, которые прилегали к блокпостам, из-за этого страдают, легли в огородах людей. Это по улице Лациса, по Политаева, а также по улице Героической. Ощущается ли поддержка и помощь администрации с приходом нового главы? Вы знаете, вот прошло небольшое время, как назначили нового главу. И мы уже действительно ощутили поддержку, в каком плане, что у нас внимание, внимание поселку стало. Уже приезжали заместители поселок, осматривали территорию, знакомились с обстановкой в поселке Зайцево. Запланировали открыть аптеку, смотрели здание, которое можно будет открыть. Также поднялся вопрос школы, что перенести с библиотеки в детский сад, так как детский сад у нас сейчас пустоющий, а здание очень хорошее для обучения детей. Также поднял вопрос света, что нету света. Хозяйственный, скажем, хозяйственный, требовательный. Пока нас очень устраивает. Я надеюсь, что он дальше также будет продолжать поднимать экономику Горловки, Зайцево, инфраструктуру Зайцево. Мы на это надеемся.